21 час по Киеву. О том, что происходит в Украине, расскажем прямо сейчас. Наши редакторы и журналисты собрали для вас самое важное и интересное за день. И вот о чем пойдет речь в выпуске. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. 70 домов между двух огней. Около сотни жителей в станице Луганской в буферной зоне. Как живут и на кого надеяться? Дипломаты под прикрытием. В Чехии раскрыли целую сеть российских шпионов. Все работали через посольство РФ в Праге. Сначала его советская власть награждала, а потом, несмотря на все его заслуги, репрессировала. Украина сняла советские грифы секретности. В цикле «Возвращенные из забвения» расскажем о жертвах коммунистического режима. Это вдохновляет нас и дальше побеждать, и завоевывать медали. На борцовский ковер с прическами и макияжем украинские спортсменки приняли участие в фотосессии. По авиакатастрофе в Полтавской области погиб бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой. Он сам управлял частным вертолетом «Робинсон-44» и летел из Киева в Полтавскую область. Передает пресс-служба Министерства внутренних дел. По информации на данный час, вертолет разбился на территории частного домохозяйства. Причины авиакатастрофы пока устанавливают. На месте работают спасатели и следственная оперативная группа. Никаких версий пока не выдвигают. Известно только, что вертолет для поездки Кутовой арендовал. А в Борисполе отменяют рейсы. Информация об этом появилась буквально несколько минут назад на сайте аэропорта. По предварительным данным, из-за обработки полей аммиачными веществами, которые просочились в воздух. На данный момент в терминалах аэропорта Борисполь обслуживание приостановлено. На месте работает комиссия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Не дня без обстрелов на Донбассе со стороны российских оккупантов. В семь раз они нарушили режим тишины. Огонь открывали с запрещенных минометов, стрелкового оружия, различных гранатометов, сообщает штаб объединенных сил. Под минометный обстрел попали украинские защитники вблизи водяного и пищевика с различных гранатометов. Обстреляли Авдеевку, город возле оккупированного Донецка. Также оккупанты открывали стрелковый огонь по месту планируемого разведения сил «Золотой-4». Потерь в рядах украинских военных нет. Между двух огней после разведения войск в станице Луганской, в так называемой буферной зоне, оказались более 70 домов, а в них около сотни местных жителей. За ними находятся новые позиции украинских военных. Впереди оккупированные территории. Как живется людям в серой зоне и от кого они ждут помощи, узнавали корреспонденты ЮЭТВ. Это новые позиции украинских военных. В конце июня они отошли на километр вглубь станицы Луганской. Обустроили новые окопы и блиндажи, говорят, свои старые фортификационные сооружения разобрали. А вот противник не спешит. В предыдущий раз мы отошли на километр назад. Сепаратисты как стояли на местах, так и стоят. Там пытались что-то создать видимость, вроде они что-то разбирают, какие-то свои позиции. Вроде что-то делают, но это было чисто на камеру. Приезжали журналисты, они на камеру что-то делали. А так как стояли, так и стоят. Михаил из Хмельницкой области. Служит в украинской армии. Уже два года, говорит, за рекой Северский Донец. Боевики возле старых укреплений уже строят новые. Поэтому украинские бойцы усиливают наблюдение. Когда сейчас тумана больше, мы повышаем бдительность. У нас есть тепловизоры и приборы ночного видения. И мы наблюдаем за ними всю ночь. Обращаем внимание на все неизвестные шумы, на какие-то разные звуки. После отведения сил в станице Луганской в июне в буферной зоне оказались 74 дома. В них проживают более сотни человек. Одна из них – Татьяна Герасимова. Коренная жительница станицы Луганской. Даже в период активных боевых действий не покидала родной дом. Женщина признается – уже давно не чувствует себя в безопасности. По опыту, по личному могу сказать, что когда ведутся военные действия, помощи нам ждать неоткуда. Это целиком и полностью ложится на наши плечи. Спасение утопающих делорог самих утопающих. На нашей территории это как раз само то, что работает. А это одна из улиц станицы Луганской, которая ведет к центру поселка. Именно по этому маршруту зачастую идут к ближайшему банкомату за пенсией жители оккупированного Луганска. О том, что улица – уже часть буферной зоны. Знают. Сколько мы года? Два ходим. Не страшно. Все спокойно. По минским договоренностям в населенном пункте не может быть украинских военных. За правопорядком следят полицейские. За обеспечением личной безопасности и правопорядком. Обеспечением общественной безопасности и правопорядком на этой территории занимается станично-луганское отделение полиции совместно с сотрудниками батальона «Луганск-1». Если что-то случится, полицейские станично-луганского отделения полиции обеспечат общественный порядок на этой территории. О буднях в серой зоне жители станицы Луганской рассказывают неохотно. Большинство боятся камер и не идут на контакт. Переживают, что завтра эта территория может стать оккупированной и за интервью украинскому каналу можно получить серьезные неприятности. Но, несмотря на опасения местных жителей, украинские военные убеждают, будут отстаивать свою территорию. Анастасия Волкова, Александр Лахтин, Луганская область, UATV. Реформы и ситуацию на Донбассе и в Крыму обсудит Совет НАТО с президентом Украины. Об этом заявил глава представительства Североатлантического альянса в Украине Александр Винников. По его словам, визит руководства НАТО во главе с генсекретарем Йенсом Столтенбергом в Киев и Одессу должен продемонстрировать также поддержку свободе судоходства и навигации в Черноморском регионе. Реформы будут в центре внимания. В частности, альянсы Украина обсудят комплексный пакет помощи для Украины. Среди ключевых вопросов также ситуация с безопасностью в Украине. И не только на Востоке, но на территории незаконно оккупированного Крыма. И ситуация в Черном море, чтобы обеспечить суверенитет в территориальных водах и обеспечить навигацию для всех. Приказы с квотами на репрессии, расстрельные списки, акты об исполнении приговоров, документы, которые скрывали даже от родственников, теперь в открытом доступе. Украина сняла все советские грифы секретности. Цикл «Возвращенный из забвения» расскажет, как разыскивают сведения о жертвах коммунистического режима и восстанавливают память о каждом поименном. Сначала его советская власть награждала, а потом, несмотря на все его заслуги, репрессировала. Грамотой и благодарности с портретами Сталина не спасли от расстрельного приговора за антисоветскую клевету. Это дело Куликова Владимира Михайловича с протоколами, постановлениями, справками и фотографиями. Если потомок это найдет, возможно, он впервые увидит, как выглядел прадед. Личные, архивно-уголовные, контрольно-надзорные дела, протоколы, приговоры. В архиве Службы безопасности Украины 225 тысяч единиц хранения советского периода. В Европе архивы измеряют в километрах по длине стеллажей. Здесь 7 километров рассекреченных документов. По всей Украине 120. Это такой показатель, который наглядно может отобразить. Дела бывают от нескольких страниц до нескольких томов. А размер папки стандартный. Десятки лет эти сведения и артефакты скрывали под грифом «совершенно секретно». С 2015-го, после декоммунизации в Украине, вся информация советских спецслужб открыта. Исследовать документы могут и иностранцы. Архив СБУ считается лидером по открытости и доступности к документам КГБ. Мы не требуем никаких подтверждений родства. Можно искать информацию о любом человеке. Здесь хранится огромный массив документов республиканского значения, которые, по сути, дублируют то, что до сих пор засекречено в России. Больше всего документов сохранилось со времен Большого террора. Архивисты подозревают, когда начинались чистки в самих репрессивных органах, свидетельства преступлений просто не успевали уничтожать. «Вот один из протоколов тройки НКВД. От 3 декабря 1937 года, в котором приговорено к расстрелу 150 человек. Одним протоколом». В каждой папке по 5-6 протоколов. Это около тысячи приговоренных к расстрелу. За 1937-38 годы несколько десятков папок. Это только по Киеву и области. Так большевики строили советское общество. Из 200, например, дел можно найти всего одно, в котором обвиняемый мог придерживаться антисоветских взглядов. Разрабатывали квоты по разным линиям. Кулацкой, против поляков, против немцев. В управлениях НКВД были планы. Если не успевали выполнять, в поляки записывали и украинцев. А немцам мог стать человек, который преподавал немецкий язык. Чтобы найти сведения о человеке, понадобится не один день. Это хранилище одного из 80 фондов архива СБУ. Коробкам присваивают номера по описи бумаг. Их сортируют по тематике и хронологии. У каждого хранилища есть топографическая карта. И ты знаешь, что пятый фонд и эта коробка находятся здесь. Иногда в обращении только фамилия и имя. Но это искать иголку в стоге сена. Много совпадений. Желательно еще знать год рождения. Из анкеты репрессированного можно узнать состав семьи, происхождение, профессию. В актах и протоколах детали допросов, фамилии обвинителей и исполнителей, точная дата смерти. Не указывали в документах место захоронений. Последний адрес – там, где арестовали человека. Дом прадеда Даниил Казбеков ищет несколько месяцев. Его история в продолжении цикла «Возвращенные из забвения». Прибыли в Одессу. Оба катера, которые в прошлом году США подарили Украине, утром доставили в Одессу, сообщает украинский милитарный портал. Это патрульные катера военно-морских сил «Славянский Старобельск» типа «Айленд». Они могут патрулировать Черное и Азовское моря и выполнять рейды на протяжении 14 дней. В Одессу суда шли несколько недель на сухогрузе из американского Балтимора. Накануне украинские экипажи катеров «Айленд» прошли восьминедельную подготовку в Соединенных Штатах. Легендарный катер береговой охраны «Любомир». Личный состав между собой ласково называет его «Любчик». Катеру удалось выйти из аннексированного Крыма. Теперь он на Азовском побережье, служит в военно-морских силах Украины. Его командир Василий Дмитрюк награжден орденом в замужество, а судно продолжает выполнять боевые задачи и патрулирует морские рубежи Украины. Корреспонденты ЮИТВ побывали на одном из дежурств. Береговой катер «Любомир» выходит в открытое море. Он оберегает восточные рубежи Украины. Позади Мариуполь и Старый Маяк. В 2014-м во время аннексии Крыма катер в составе корабельно-тактической группы вышел в Бердянск, а позже передислоцировался на Азовское побережье. 7 января 1992 года на нем был поднят государственный флаг Украины. И ему уже 27 лет. Поддерживать в строю его нелегко, потому что материально-техническая база осталась в Крыму, и запчасти уже устарели. Командир катера Василий Дмитрюк, как и положено, капитану всегда вместе с судном. Он прошел путь от матроса до командира и остался верен присяге. Служил в Керчи. После обучения стал помощником командира катера. В 2014-м вышел вместе с другими моряками из аннексированного Крыма. Переход был тяжелым. Море сковано льдом, а вокруг кружили катера страны-агрессора. Любомир пришел в украинский порт, а через два года Василий Дмитрюк стал его командиром. Он уверяет, сегодня сердце корабля бьется в унисон с сердцем Украины. Командир Любомира – пример для подражания. Экипаж состоит из совсем молодых моряков и уже проверенных в боях ветеранов. Все они безгранично верят своему командиру. Он имеет большой авторитет среди нашего экипажа. Экипаж всегда стремится быть похожим и брать пример с командира катера. Ни одно плавсредство в Азовском море не пройдет незамеченным, уверяет экипаж катера морской охраны. За время службы Любомиром пройдены почти 20 тысяч морских миль. Осмотрены тысячи судов, треть из которых задержаны за нарушение законодательства. Мы уверены в своем командире, знаем, что у него не один год безупречной работы. Все знают свои действия, все знают, что делать, слаженность экипажа. Все у нас хорошо. Свободного времени у экипажа Любомира практически нет. Моряки заняты на учениях и патрулировании акватории Азовского моря. Но личный состав не жалуется. Они служат народу Украины и мечтают о мирном будущем своей страны. Чтобы скорее закончилась война, Украина забрала свои аннексированные территории. И на Украине настал мир. И мы жили по-европейски. Надежда Сухорукова, Борис Яковенко, Мариуполь, ЮЭй-ТВ. Российскую шпионскую сеть раскрыла чешская контрразведка. Об этом заявил руководитель службы безопасности и информации Чехии Михаил Кауделко. Пишет издание ABC. По их данным, шпионы действовали через посольство РФ в Праге. Российские дипломаты пока все отрицают. Около года назад чешская контрразведка уже сообщала, что Россия усилила разведывательную деятельность на территории Чехии якобы с целью подорвать НАТО и ЕС за счет ослабления отдельных стран-членов. Военная операция на сирийско-турецкой границе, угрозы терроризма и кризис беженцев – главные темы форума в Стамбуле. На международной площадке затронули и тему российской агрессии в Украине, а также оккупацию Крымского полуострова. Об этом сообщил генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман. О чем удалось договориться участникам и что еще собираются обсудить в материале наших специальных корреспондентов из Турции. Будущее турецко-американских отношений, угрозы правого экстремизма и кризис беженцев форум в Стамбуле стал местным для многих глобальных тем. Но главное – конфликт на турецко-сирийской границе. Из-за военной операции «Источник мира» некоторые участники отказались приехать на форум. Среди них бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинижат и бывший министр финансов Греции Янис Варауфакис. Турецкий президент Реджеп Тайп Эрдоган на права хозяина мероприятия отреагировал резко. Заявил подобным лицам чужда демократия и назвал их сторонниками терроризма. Мы боремся с террористическими организациями и никогда не сядем с террористами за стол переговоров. Что мы должны делать? Это использовать возможности нашего времени, чтобы построить светлое будущее для нас и для всех людей. Турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии началась 9 октября. Цель Анкары – вытеснить курдские подразделения и переселить на территорию сирийских беженцев, которых в Турции уже более 3,5 миллионов. Европейский союз, ООН и США осудили операцию. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились приостановить ее на 5 суток. Главное условие – курдские вооруженные формирования должны за это время покинуть район боевых действий. Какие цели этой операции? Во-первых, устранить террор и защитить наши границы. Эта группировка угрожает нашей национальной безопасности. Их цель – разделить Сирию и дестабилизировать ситуацию вдоль наших границ. В рамках форума также подняли вопрос о российской агрессии в Украине. Представитель американского исследовательского центра «Фонд наследия Лю Кафи» напомнил участнику из Российской Федерации Алексею Пушкову о войне на Донбассе и оккупации Крыма. Об этом сообщил генконсул Украины в Стамбуле Александр Гамон. Форум ТРТ World впервые организовали в 2017 году. С тех пор это одно из важных событий как в политической, так и в медиасфере страны. Среди участников – политики, бывшие лидеры стран и академики. Джафир Умеров и Диека Таман, Стамбул, UATV. Основать общественную организацию, заниматься правозащитной и культурной деятельностью. Такими планами на будущее поделился Олег Сенцов на церемонии награждения Ukrainian Idea Awards. Освобожденному из российского плена украинскому режиссеру сегодня вручили статуэтку за несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы. Еще в прошлом году он стал первым лауреатом премии, но тогда он сидел в российской колонии строгого режима в Лабытнанге по сфабрикованному делу о терроризме. Во время награждения он призвал бороться за всех тех, кто до сих пор пребывает в российских тюрьмах. Он освободил самых мединых, самых известных, чтобы на него так перестало давить. Он их пришел, чтобы на него продолжить давить. И все месяцы покоронять нас всех. То есть следующее. Не только сильные, но и красивые украинские спортсменки снялись для календаря на 2020 год. В фотосессии приняли участие 12 титулованных представительниц национальной сборной по женской борьбе и 26 начинающих спортсменок со всех областей Украины. Съемки проходили в Борцовском зале Олимпийского центра в Кунчезаспе. Как сочетаются спорт и красота, видела Елена Дидух. На борцовский ковер спортсменки выходят с прическами и макияжем. Вместо обычной тренировки идет фотосессия. Третий год подряд Ассоциация спортивной борьбы Украины популяризирует свой вид спорта, выпуская ежегодный календарь с фотографиями именитых спортсменок. Они уже блистали в вечерних платьях и снимались вместе со своими детьми для календаря «Мама-чемпион». В этом году выбрали тему «Спорт объединяет Украину». Юные борчихи из разных регионов страны позируют фотографом вместе со своими именитыми кумирами. Для того, чтобы они знали, к чему им стремиться, знали, куда им двигаться, чтобы наши девочки, члены сборной, стали ориентированы для маленьких детей. Компанию чемпионки мира по женской борьбе Юлии Ткач на фотосессии составили юные коллеги из Запорожской и Луганской областей. «Это вдохновляет нас и дальше побеждать, и завоевывать медали, чтобы нами гордились. А девочек, конечно, вдохновляет достигать тех высот, к которым они стремятся». «Мы, во-первых, обменялись инстаграмами и спрашивала у нее насчет борьбы. Она мне дала нам советы, что не нужно сдаваться, надо идти до конца». Среди участниц фотосессии действующая чемпионка Европы Оксана Ливач. Главную спортивную задачу на этот сезон она выполнила – завоевала олимпийскую лицензию в Токио 2020. Радуется возможности уделить время своей внешности и вместо тренера пообщаться с визажистом и парикмахером. «У нас красиво накрасили, сделали прически. Мы смогли почувствовать себя такими женственными, такими девчонками красивыми. И попозировать на фотокамеру – это очень всегда приятно. И такие монументы нам очень нравятся». Календарь будет готов в декабре. Первые экземпляры получат победители и призеры Кубка Украины. А потом он будет доступен в продаже для любителей спорта и борьбы по всей Украине. Елена Дидух, Илья Смык, Филипп Титов, Юэй ТВ. «Киев, а не Киев» – Международная ассоциация воздушного транспорта отныне будет правильно писать название украинской столицы, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Кроме того, одна из самых известных газет Великобритании «Зе Телеграф» тоже заявила, что будет писать «Киев» согласно украинскому произношению и правописанию. В июне Совет США по географическим названиям единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с «Киев» на «Киев». Это стало важным шагом, поскольку международные организации ссылаются именно на официальные названия из базы. Еще больше информации на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uetv.ua Спасибо, что смотрите, спасибо, что вам интересна Украина. Обязательно увидимся на UETV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова